МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Геннадий Адушев. Вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кража за кражей. На космодроме Восточный накрыли новых коррупционеров. Два в одном. Житель Шимановского района угнал мотоцикл и обокрал квартиру. Золотая лихорадка. Благовещенские таможенники задержали китаянку, незаконно перевозившую через границу благородный металл. Борьба с наркотиками. В Тамбовском районе задержаны четверо изготовителей запрещенных веществ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кража за кражей. На космодроме Восточный раскрыты сразу два новых финансовых преступления. Первое в отношении уже бывшего директора предприятия, которое строило автомобильные и железнодорожные пути на космодроме. На это государство выделило субподрядчику больше миллиарда рублей. Однако стоило проверить качество проложенных дорог. Как стало ясно, работа не тянет даже на 500 миллионов. В скором времени сотрудники полиции и ФСБ выяснили, что оставшаяся сумма, а это больше полумиллиарда деревянных, осела в карманах бывшего генерального директора организации. Подозреваемого задержали в Красноярске по месту проживания. Следователи провели обыски в его квартире и офисах компании. Результаты не расстроили. Необходимые для обвинения улики были найдены. Бывший руководитель заключен под стражу. Еще один коррупционер должен был предоставить космодрому силовой кабель. За это поставщик получил аванс в размере 13,5 миллионов рублей. Однако оплаченной продукции на Восточном так и не дождались. Обманщика быстро нашли. Он будет находиться под домашним арестом. Пока расследование уголовного дела не завершено. Два в одном. 25-летний житель села Мухина Шимановского района подозревается в совершении квартирной кражи, а также в угоне мотоцикла. Приехав в районный центр, мужчина проник в один из домов и похитил оттуда одежду, сотовый телефон и другое имущество. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Вернувшись в родное село, незадачливый грабитель для полноты будущего уголовного дела угнал у своего родственника мотоцикл. Примечательно, что в обоих случаях воришка обчистил своих знакомых. Квартира принадлежит его другу, а мототранспорт родственнику. В настоящий момент похищенное уже вернулись законным владельцам. А нарушитель задержан и сидит в изоляторе временного содержания. Золотая лихорадка. В Благовещенске таможенники задержали китаянку, незаконно перевозившую через границу благородный металл. В ручной кладе иностранки нашли пакет с золотыми песчинками. Контрабанда – дело нелегкое, как в прямом, так и переносном смыслах. Вес маленького пакета составил 350 граммов. Содержание золота приличное – больше 70%. А значит, китаянка провозила более полумиллиона рублей. Иностранка была задержана. Сейчас ее допрашивают амурские следователи. Полиция изъяла золото. Оно находится на таможне, в камере хранения вещественных доказательств. Борьба с организованной наркопреступностью набирает обороты. В Тамбовском районе задержаны четверо приезжих амурчан, которые сообща изготавливали наркотики. В село Новоалександровка дельцы приехали с севера области, из поселка Ерофей Павлович. Шайка поселилась на частной усадьбе. Там же они организовали своеобразный цех. Утаить подобное крупное предприятие, когда оно сделано на скорую руку, нелегко. Собственно, нашим героям это и не удалось. Очень скоро их лавочку прикрыли. Улов полицейских в тот день был богатый. На территории усадьбы обнаружили несколько мешков марихуаны, химические жидкости и механическое приспособление для изготовления наркотика. Незадачливые предприниматели задержаны и помещены в изолятор временного содержания. На этом все. В студии был Геннадий Адушев. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru и помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова